Виктор Корниенко, я национальный координатор компании «За справедливые выборы» в Республике Беларусь и участвовал тоже в последней избирательной кампании. Несмотря на то, что достаточно высоко внимания к проблемам прав человека со стороны международного сообщества, эта ситуация в Беларуси остается достаточно сложной. Для того, чтобы обеспечить стабильность режима, он вынужден идти на все новые и новые формы подавления инакомыслия. В последнее время у нас появились такие нарушения прав человека, как отказ на выезд из страны, преследование интернет-сообщества. И тенденции показывают то, что власть вряд ли остановится на достигнутом, он будет искать новые и новые способы контролировать любые общественные процессы. Следует отметить конструктивность белорусской оппозиции, которая не стремится загнать белорусский режим в угол, а постоянно предлагает выход из сложной социально-экономической ситуации, в которую завел белорусский режим свой народ. Так и во время последней избирательной кампании предлагался, по сути, диалог. И белорусские политические силы брали на себя очень серьезные политические обязательства. признать результаты выборов, независимо от того, сколько представителей оппозиции попадет в парламент, если будут выполнены определенные условия. К сожалению, власть игнорирует все инициативы оппозиции и продолжает эту свою деятельность по подавлению любого инакомыслия, которое возникает в самых различных сферах общественно-политической жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...